Здравствуйте, друзья и гости канала! Всем огромный привет! И знаете, куда я собрался? Знаете? Знаете? В Дагомыс! Ну, вчера один из застройщиков говорит, Макс, вот приезжает в Дагомыс, говорит, я там продаю квартиры, у меня там остатки остались, и в принципе нормально. Я говорю, хорошо, давай приеду, говорит, мне с утра пришли всю информацию, но он мне прислали информацию от 330 тысяч рублей за квадратный метр. Я просто офигел! 330 тысяч за квадратный метр. Я, конечно, доеду, я выскажу свою точку зрения, но это жесть. Плюс ко мне обратился еще один застройщик, Макс, говорит, есть инвестора? Я говорю, да, есть. Он говорит, у меня жилой комплекс строится в Дагомысе, притом как бы не возле моря, там, ну, такая-то локация, ну, оставляйте жрать лучшего. Говорит, приезжай, говорит, я, говорит, готов, говорит, если у человека есть 100 миллионов, готов ему отгрузить, отгрузить квартиры из расчета по стоимости. Ребят, 265 тысяч рублей за квадратный метр. 265 тысяч стройки, где сейчас только первый этаж. Первый долбанный этаж. Я говорю, и что они там заработают? Ну, посмотри, рядышком же есть по 330, по 340, ну, вот, заработают. И я, конечно же, тоже сниму обзор на данный жилой комплекс. 265 тысяч рублей за квадратный метр на котловане. Сейчас еще документы там не все получены, поэтому там пока продается только по договорам, так скажем, по договорам займов. Вот, как бы даже так вот. И потому что они еще не имеют права даже рекламировать, потому что еще не все документы получены. Но за строящих надежный, у него все будет отлично, все будет хорошо. Там тоже будет бассейн, все. Ну, ребят, блин, ну, 265 тысяч рублей за квадратный метр на стройке, где всего лишь залита плита, это жесть. Сейчас я приехал в жилой комплекс, ну, по дороге решил заехать, в жилой комплекс Гран-Парк. Почему? Ну, потому что Дагомыс, это Дагомыс. Сейчас, как ни крути, ну, в ту сторону посмотрел, мне сейчас съехать 40 минут, потому что перевал весь стоит перед Сергеем Поле. Там поставили волшебный светофор, из-за которого теперь я не могу нормально проехать. А сейчас я приехал в жилой комплекс Гран-Парк. Почему именно сюда приехал? Во-первых, это Сочи, это раз. Во-вторых, как ни крути, ну, домики, я бы даже сказал, больше бизнес, нежели чем Комфорт Плюс. Все отлично сделано. Опять же, акт ввода получил. Ипотеки все проходят. Вот, детская площадка, спортивная площадка. И ты заходишь сюда, ты не чувствуешь себя, как будто ты пришел в общежитие. Ты чувствуешь, что ты находишься в нормальном, современном комплексе. Давайте вот посмотрим, да, вот, как бы, есть въездная группа, есть шлагбаум, есть бесплатный паркинг, есть игровая площадка полноценная, есть зона воркаута. И посмотрите, как прекрасно смотрятся эти два домика. Два домика. А почему вот я сюда приехал? Да потому что есть пару предложений из расчета 235 и 240 тысяч рублей за квадратный метр акционные квартиры от инвесторов. Потому что так-то, конечно, здесь цена 280. Но если, например, я стал перед выбором взять Дагомыс по 330, либо же взять центральный район центрального Сочи по, даже по 280, я бы, наверное, выбрал лучше по 280 и центральный район. Потому что, как ни крути, центр, он всегда будет центром. Да, здесь есть небольшой вот такой подъем, да, да, здесь немножко есть определенный некомфорт. Ну, в целом, ой, наверное, ветер и, наверное, качество не очень хорошее. Ну, да ладно. Но в целом здесь очень даже все хорошо сделано и даже сделано замечательно. Ну, вот, ребят, давайте мы все-таки с вами сейчас пройдем, посмотрим, какие квартиры есть, что у нас по акции и уже дальше делайте выводы. Я снимаю все. Хотите Дагомыс? Дагомыс сниму. Хотите Адлер? Адлер сниму. Ну, понимаете, когда у меня, например, появляется клиент, конечно же, я с большим удовольствием даю ему свои рекомендации. Стоит оно того или не стоит. Но согласитесь, что дом просто шикарный. Опять же, нет доплат за газ, низкие коммунальные платежи. И, по сути, там буквально в течение месяца получат все ключи и уже зайдут на ремонт. Ну, и опять же, на данном этапе это самый честный объект, потому что там внутри есть перегородки, но об этом чуть попозже. Когда мы вот были еще вот такими зелеными, и самое лучшее развлечение, вот сейчас компьютер, сейчас там, не знаю, еще какие-то развлечения. А раньше самое лучшее развлечение, это у нас был турник и брусья. Я не знаю, вот раньше все мог. Я сейчас, не знаю, со своими 95 килограммами, может быть, что-нибудь и получится сделать. Не знаю. Серега говорит, что нифига не получится, говорит, что я толстая скотина. Ну-ка, не порвется ничего. Что попробуйте сделать? Давай попробуем. Раз, два, три. Помню, вот так раньше подтягивались. Старею. Здесь также имеется у нас детская площадка, при том детская площадка такая, знаете, такая нестыдная. Просто есть жилые комплексы, где вот такая качелька висит, и все, и это называется детская площадка. А здесь и совсем мелкие смогут, и, соответственно, и постарше. Ну, и, конечно же, я думаю, что наличие футбольной площадки, баскетбольной площадки тоже даст возможность вашим детишкам все-таки, ну, не знаю. Ну, мне кажется, дадут возможность все-таки, чтобы они занимались, в конце концов, спортом, а не страдали ерундой. В целом, в целом, в целом, мне здесь, ну, действительно, все нравится. Сейчас покажу вам планировки и вы поймете, что это идеальнейшие варианты. Здесь нормальные студии, здесь нормальные однокомнатные квартиры и нормальные двухкомнатные. Такие, какие должны быть с окнами, ну, в общем, все, как должно быть. Конечно же, не как в жилом комплексе в Сокол, но все равно мы заходим, и действительно видно, что все хорошо сделано, все сделано качественно, консьерж будет. Ну, и, конечно же, лифты, они работают, в конце концов, и уже полностью готовы. Просто есть у нас некоторые застройщики, которые, не знаю, сначала умудряются сдать дома, потом, понятно, что. Ну, опять же, вот возьмем даже самый первый этаж, вот коридорчик, все тоже сделано хорошо, цивильно, все сделано, я даже сказал, даже замечательно. Те же самые, не знаю, там, двери качественные, подсветка. И вот такой подъезд, хочется заходить и хочется все-таки здесь, не знаю, в конце концов жить. Недорогая квартира, однокомнатная, 35 квадратных метров, нормальная, полноценная квартира, где есть жилая комната, где есть санузел, где есть... О, кстати, кухня такая широкая, прям евро-однушка получилась, прям даже не похоже на однокомнатную квартиру. Здесь также у нас присутствует вид на море сквозь зелень. И, учитывая, что вот здесь не проездная часть, будет тишина и спокойствие, лично меня такой первый этаж точно устраивает. Ну, смотрите, ребят, 8 миллионов рублей. За эти деньги вы, в принципе, получаете хороший, безопасный объект, да еще и 35 квадратных метров. И это не стройка, это готовый, ребят, сданный дом. Через месяц все здесь зайдут на ремонт. Уже и газ подключен, и канализация подключена, и вода подключена, и электричество есть. Уже, в принципе, все есть, понимаете? И на самом деле, о, еще и девушки в подарок. Офигеть! Да ладно! Серьезно, что ли? Ну, круто. Ну, и вот, в общем, вот такая квартирка. 8 миллионов, да, первый этаж. Не каждого из вас устроят. Но лично меня бы устроило, по-моему, лучше первый этаж в хорошем, безопасном доме, чем, блин, брать непонятно что. И всегда, как бы, ложиться с мыслью о том, что с утра ты проснешься, прибегут студенты приставы, и возьмут, и тебя выгонят. Поэтому, ребят, давайте посмотрим еще вариант. Если вдруг не устроят первый этаж, хочется повыше. Мы с вами находимся на восьмом этаже. Квартира такая же, 35 квадратных метров, только здесь еще добавляется, соответственно, балкон. Ну, не 35, там около 36 квадратных метров. Что мы с вами имеем? Ну, такая изолированная комнатка. Нормальная, хорошая изолированная комната. И, конечно же, здесь имеется у нас кухня с возможностью выйти на балкон. Кстати, эта сторона солнечная, поэтому чувствуется, что здесь припекает. Эта квартира по акции, она стоит всего лишь 8,5 миллионов рублей. Вид на море. Просто сегодня у нас погода такая не очень хорошая. Вид на море. Вот это у нас незаконное строение уже предписание о сносе. Это все снесут, потому что у них нарушены оступы и так далее. И, видите, да, судя по лифту, хотели здесь впендюрить нам квартирный жилой дом. Но сейчас администрация все это пресекает, и все. Это у нас второй домик. Там тоже есть варианты квартир всякие разные. Ну, вот, например, такая же квартира от застройщика, она стоит 11,300. Вот по этому стояку. Потому что это стояк, он и видовой, и, в принципе, хороший считается. Ну, действительно хороший. Доплат за газ никаких нет, ничего нет. И эта квартира по акции от инвестора за 8,500. Это скажет, Макс, она долго продается. Ну, ребят, просто там тоже давали задаток, и у людей там своя недвижимость сорвалась, и не получилось. А мы, знаете, как бы мы порядочные. Если вдруг человек попросил нас, да, клиент, мы, конечно, придержим и все остальное. Сейчас же эта квартира все-таки выставлена. Я его поставил в известность, что все-таки мы деньги, конечно же, задаток там 100,000 мы вернули. Потому что нам эти деньги не нужны такие, которые мы потому что пытаемся тоже войти в положение клиентов. Мало ли что, да, что сорвалось и так далее. Поэтому эта квартира есть в наличии. Вполне возможно, что она там через недельку, если не продаться, подорожает. Потому что многих смущает цена. Потому что 8,5 миллионов рублей, по сути, вот за данную квартиру, это даром. Потому что когда смотрит общую шахматку от застройщика и видит ее за 11 миллионов 300 тысяч, конечно, у людей думают, что здесь какой-то подвох и так далее. На самом деле все документы есть, у меня все доверенности, все есть. Мы можем хоть сегодня выйти с вами на сделку. Это хорошее предложение, ниже рынка, по сути. И если бы у меня были сейчас свободные деньги, я бы все забрал бы и поставил бы спокойно на перепродажу, пускай бы продавалось. Потому что тот самый случай, когда на хорошем безопасном объекте можно заработать больше, чем в стройке, которую вы сейчас рассматриваете. Те же самые, не знаю, на северном склоне бытики по 350 тысяч рублей за квадратный метр. А если мы берем с вами восьмой этаж, это будет цена 420. Да и дома нельзя сравнивать. Все-таки этот дом реально приближен к бизнес-классу. Здесь все сделано хорошо, все сделано идеально. Сразу же и планировки. И тем самым вы получаете здесь чистую площадь. Потому что, когда, например, вы покупаете квартиру где-нибудь в любом другом месте, ну, тот же самый экватор, да, вот мы туда сейчас доедем. Вы покупаете квартиру, когда эти все перегородки выстроили, получается, как минимум полтора-два квадрата у вас съедается. Здесь же все. Здесь чистая квадратура. И поэтому действительно круто, круто. Никто вас ничего здесь не крадет. И действительно здесь очень даже хорошо и замечательно. Эта квартира для умных людей, которые умеют считать свои деньги, которые умеют зарабатывать деньги. И которые прекрасно понимают, что зачем рисковать стройкой по 350-400 тысяч рублей за квадратный метр, когда можно взять готовый зданный дом. И при этом эта локация в разы лучше, чем северный склон бытики. И гора здесь меньше. Как бы есть куда сходить, и школы здесь есть, и детские сады здесь есть, и рынок есть. Здесь есть все, что только возможно. Хотя я тоже буду снимать в том числе и бытку, потому что люди разные. Некоторые покупают себе Lexus по 10 миллионов, когда за 10 миллионов можно уже купить и Mercedes GLS и так далее. Поэтому все мы с вами разные. И, конечно, я снимаю все. Ну, например, вот мои личные рекомендации. Эта квартира топчик. Ребята, двушки сейчас для Сочи это редкость, потому что понятно, что все хотят жить в двухкомнатной квартире, но не у всех есть бюджет. Например, я сейчас поеду в Дагомес, и там двухкомнатных квартир не будет. Там у нас будет всего лишь однокомнатные квартиры и студии. Поэтому двушку сейчас в Сочи взять, ну, маленькая какая-то праграмматичная. И все застройщики, которые строят, сейчас ориентируются от 17 квадратных метров, ну, может быть, максимум до 37. Данная квартира угловая. Данная квартира с хорошим видом. Мы сейчас с вами посмотрим. Данная квартира настоящая двухкомнатная. И, соответственно, она идет 53 квадратных метра. И именно эта квартира стоит 13 700. Есть вариант купить в соседнем доме подешевле на 30 тысяч. А так ориентируйтесь на 13 миллионов 700 тысяч. И даже за эти деньги это все равно гораздо выгоднее, чем вкладываться в любую стройку в городе Сочи или в Дагомесе или в Адвере. Потому что стройки сейчас, как вы сами знаете, начинаются от 350 тысяч рублей за квадратный метр. И какая бы стройка ни была, я всегда говорю это в своих видеороликах, есть определенная доля риска. Мало ли что. И без разницы, по федеральному закону 241 строится, либо не по федеральному закону 241 строится. Потому что риски есть. Риски есть. Да, конечно, меньше, чем, например, стройка, там, какую-нибудь там, ЖПшку или псевдопвартирник. Как бы хоть карты там защищены. Но в целом, в целом, как бы, если есть возможность купить готовый сданный объект, лично я рекомендую готовый сданный объект. Вот это мое мнение. Вы можете его разделять, можете не разделять, это ваше право. Но когда есть возможность купить готовый объект по цене стройки, то да. Вот почему раньше покупали стройку? Да потому что на готовый объект не было возможности там, как бы, насыграть деньги. А сейчас, когда стройки стоят гораздо выше, при том, это не только в Сочи, это в том числе и по всей России, то смысл заморачиваться на стройке. Да, цена все равно может поднимется, может еще что-нибудь. Но, ребят, ну бред же просто, бред. Я считаю так, надо сначала купить квартиру для себя, чтобы был какой-то фундамент хороший, безопасный. А потом уже свободные деньги вы можете инвестировать, приумножать и так далее. Вот как бы так. Давайте я покажу идеальную квартиру в 54 квадратных метра. Почему идеально? Да потому что это нормальная двухкомнатная квартира. Есть кухня с возможностью выйти на балкон. Соответственно, ценник здесь начинается от 13 900, в зависимости, какую квартирку вы выбираете. Вид на море, вид на горы. Блин, красота, ребят. Действительно, красота. И знаете что? Недавно встретился с своими подписчиками, которые в свое время могли здесь купить такие квартиры по 4,5 миллиона рублей. Они говорят, Макс, ну как так? Ну почему ты не настоял? Мы там, тебе говорили, что здесь промзона, что то, то, все. А сейчас, говорят, мы даже не ожидали, что так цена вырастет. И у нас самое интересное, что деньги были. Все было. И мы так жестко лоханулись. И самое печальное, ребят, что даже лето сейчас, не сезон и тому подобное, а все равно цены растут, 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 растут. Конечно, не так сильно растут, как зимой и весной, и осенью. Но все равно цены поднимаются. Потому что моратория на строительство. Вот эти новостройки на котловании, которые по космическим ценам, да, по 265 тысяч рублей за квадратный метр. Пока без единого документа. Просто идеи, то, что застройщик хороший. Либо, например, готовые объекты, которые сейчас на сдаче, например, те же самые фрукты по 450 тысяч рублей за квадратный метр. Конечно, как бы люди уже начинают измерять, что же лучше. И самое интересное, что в большинстве случаев, например, почему здесь квартиры не так хорошо распродавались, как все остальные. Да потому что мотивация была для риелторов хуже. Ну, платили они меньше всех. Ну, реально, платили меньше всех. Поэтому и сюда риелторы в очередь не выстраивались. Даже был запрет продавать данный жилой комплекс. Потому что, типа, короче, хотели прогнуть застройщика и сделать так, чтобы он там начал платить такие же бешеные деньги, как и все остальные застройщики. Но, 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 но. Застройщик сказал, у меня объект хороший, у меня объект потрясающий. И если нужно будет, мы сами все продадим. И учитывая, что здесь осталось всего лишь 10 квартир на два дома, я думаю, застройщик в этом отношении был прав. Потому что у застройщика есть имя, у застройщика есть хорошая репутация. И застройщик действительно все строит хорошо, прекрасно и замечательно. И недавно я встречался с одним риелтором, с другой компанией. И мы обсуждали, какие все-таки дома хорошие, какие плохие. И когда зашел разговор за Гранд Парк, она мне такая говорит, вот, как бы, он может быть и хороший для клиентов, но не выгодный для нас. Я говорю, ну, я понимаю, мы сейчас с тобой разговариваем не про те объекты, которые выгодны для риелтора, а те объекты, которые соответствуют цена-качество и которые не стыдно и безопасно продавать именно конечному покупателю. И там она согласилась, да, действительно, данный объект, данный застройщик, ну, один из лучших в городе Сочи, если не самый лучший. И учитывая, какая цена. Да, есть, конечно, стройки поинтереснее, получше, например, те же самые, например, та же самая Моравия, Сокол и так далее. Да, ну, ребят, там и цена соответствующая. Есть, как бы, более-менее близкие по цене к этому жилому комплексу, но там качество абсолютно другое. И там все криво с документами, эти по 700 тысяч в договорах и так далее. А здесь все чисто, здесь все суммы в договоре, все как положено, никаких там скрытых доплат за оформление, там, за сопровождение. Ничего здесь с вас не берут. По сути, это самый честный объект. Самый честный объект для кого? Для клиента, все правильно. Но, 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 так как все хотят зарабатывать, все хотят есть, то, конечно же, на этом фоне всегда появляется какая-то альтернатива. Вот как бы так, ребят. Еще раз повторюсь, вчера разговаривал с одним из риелторов, и мы обсуждали все-таки, что является в Сочи топовое, что является хорошим соотношением цена-качество. И все-таки тоже пришли к единому мнению, что пока данному комплексу конкуренции нет. Но, 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 но деньги, как говорится, решают. Знаете, мне даже кажется иногда, что чем-то риелтор похож на, ладно, не буду говорить на кого, но сами догадались. Потому что, если раньше говорили, что блогер за деньги там любую, ну, как бы за хорошие деньги там вам мать продаст, то я могу сказать, что риелтор продаст еще и бабушку, и дедушку, и так далее. Поэтому, ребят, я могу сколько угодно говорить, показывать, если хочется хороший объект по нормальным, адекватным ценам, это ваш выбор. Но я вам серьезно говорю, это реально ваш выбор. И здесь уже выбор только за вами, покупать или не покупать. Лично я с большим удовольствием жду старта продаж от этого застройщика апартаментов в Заречном районе, потому что это действительно топчик, это может строиться все, пока просто не открывается продажа, пока не получит последний документ. Это не из той категории, что, а, ладно, давай продадим, а там война план покажет. И вы увидите, как действительно должны делать апартаменты, какой должен быть ремонт и тому подобное. Но если хотите об этом сам первый узнать, потому что, я думаю, там очередь из риелторов не будет выстраиваться, подписываемся на канал, ставим колокольчик, и тогда вы сможете первые взять. Потому что у меня есть, соответственно, лимит на 10 апартаментов, которые будут по хорошей, по адекватной цене, и на которые либо вы сэкономите, когда купите для себя, либо же, в свою очередь, вы просто возьмете и заработаете. Заработаете, заработаете, еще и заработаете. А теперь, ребята, всем добра, пока и спасибо за просмотр.